всем привет друзья боксерчики мы продолжаем подводящие упражнения на подушке смотрите наслаждайтесь и вот смотрите парни есть такие вот удары до которую вы от толчков бьете то есть от прямой линии они хорошо бьются на дальней дистанции то есть когда ты все контролируешь ты можешь быстро невидимо там как угодно бросать руки но когда ты оказываешься например на средней дистанции и не дай бог если ты окажешься в ближней дистанции то какими ударами вы будете пользоваться ну понятно серийная как ты будешь бить если например прямой удар ты привыкаешь до проталкивать постоянно ты проталкиваешь проталкивается режешь но останавливаешь там стопоришь и так далее так далее и вот и резко оказался вот здесь есть специальная подготовительная система которая как раз для среднего и ближнего боя разрабатывалась в советском союзе я не знаю это но после 75 года было когда начали в школах с детского вот возраста учить ближнему и среднему бою и первое что поясняли как надо бить вот есть такой вот по кругу удар по круговой системе то есть ну если например на дальней дистанции объяснять его да то есть с дальней дистанции это вот обучение детей это детская обучалочка такая ну клянусь она вам поможет то есть делается большой круг то есть выводится большой круг и втыкается рука то есть с опусканием разворотом и подводом то есть вот так это выглядело рука подводилась сверху и сверху как вот это вот падение есть чтобы уже вы понимали первое чему что нужно было сделать это просто одной только рукой без движения тела прокрутить круг и в самый последний момент вот это вот хлыста образную часть самый последний момент вы включаете то есть легко у вас рука идет и в последний момент бам прижимается без движения тела 1 1 1 1 и в конце вот отсюда я уже ее стартую желательно конечно желательно вот за 10 сантиметров уже делать напряжение но так как вы учитесь вы можете пытаться формировать его где-то здесь вот где-то примерно вот отсюда у вас рука пойдет то есть что это такое это такой обвод обводной механизм подними руки то есть когда ты начинаешь дальней дистанции просто одной рукой шлепать просто заводить одну руку и заводишь ты ее нет прямой линии а обводишь такие обводящие удары они все делаются по кругу вот боковой удар да вам тоже понять и он тоже делается по определенной окружности то есть вы когда тело начинаете закручивать и раскручивать у вас вот такая вот модель тоже средняя ближняя дистанция был в советском союзе такой удар звался свинг то есть ну скажем так он нежелательный удар был то есть где-то даже его и запрещали у него техника исполнения была примерно вот такая то есть когда вот самое начало первое что делалось это выводилась как бы ну пряталась вот эта рука и пока рука у вас прячется она заводилась под траекторию или сейчас мою правую руку уже нет то есть да потому что вот если я сделаю вот это вот движение резко например вот подведу его резко то есть у меня рука уже отошла и вот это вот часть разгон реально мощи то есть маховая вот этой вот части амплитуда большая такой чтобы как срубил его бился этот удар верхнюю часть головы предпочтительно в висок или в ушную область ну за ухо нельзя бить но в ухо если он прилетал и просто ураган тоже модификация известная поэтому то есть сейчас у вас первое то что разгоняете это руку во втором случае если вы уже в ближней дистанции вы должны понимать как работает плечо потому что на средней дистанции и тем более на ближней дистанции у вас только вот эта система будет работать как закинуть как отвести так как раскидать руки или развести их разбросать это делается за счет сильных плечей прокаченных и они тоже делаются по кругу ну учатся разучиваются по круговой системе то есть во втором случае вы подходите ближе к мешку и уже стараетесь плечом накинуть плечом тоже по круговой системе как только плечо заработает и у вас голове уже будет ну траектория движения руки плеча подключается все тело и вы начинаете уже телом работать то есть вот эти вот уже удары они уже делаются на очень такой маленькой амплитуде то есть у вас нет вот этих рычагов то есть вы все делаете делом все делаете телом и плечо и рука идет по кругу раз 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 задание вам понятно пробуйте сначала одной рукой теперь смотрите с подушки надо вам сместиться на эту сторону чтобы вы не его так стояли а вот здесь стояли чтобы вы сами видели как идет у вас удар можно подключать ноги с подсаживание бам 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 можно без ног поехали итак дальше смотрите если если можно подводить вот так заводить по кругу то точно также можно и снизу заводить по кругу единственный момент который вам сейчас надо сделать это ручку полностью развернуть к себе это учебная модель набивания поэтому как бы ну можно да и его так как ну бить можно так но сейчас вы учитесь поэтому вот когда кулачок начинаете разворачивать видно даже локоток у меня начинает к пупку идти то есть как бы пупку вот так вот и когда вы по кругу бьете вы должны развернуть руку к себе то есть движение к себе если рука у вас уйдет сюда то есть понятное дело да так тоже можно но сейчас вам так не нужно это тоже удар но немножко другого свойства поэтому сверху снизу то есть набираете снизу ручку можете вместе с телом запускать чтобы вот эту вот часть уже оживит и раз и раз по первой схеме достаточно только одной руки вторая схема подключаете уже плечо уже вместе с плечом это делает и третья модель когда вы уже делаете все вместе с телом можно даже еще придать небольшое до движение чтобы уже уже так как зашел так зашел как влепил так влепил еще раз говорю при этом ударе у вас локоть отходит вот сюда не надо его здесь держать выворачиваешь ручку лишь локоток начинает плясать раз и как раз вот сюда у нас говорили что удар снизу правильный удар снизу локтем смотрит в пупок попробуйте сейчас добиться этого и так потихонечку начинайте снизу круг снизу круг снизу стой пошел потихоньку медленно медленно еще раз еще раз круг 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 не спешит что еще раз вот смотри проблема в том то что хочешь сильно ударить тебе надо сосредоточиться на медленном движении вот когда пневмогрушу бьешь ты сильно и быстро сперва она так тебе и не слушается потом когда начинаешь постепенно медленно спокойно пошел еще разок сзади меня встань пожалуйста вот теперь смотри вот и формируешь движение вот у тебя пошел круг и подсаживаешься проносишь за плечом смотри и начинаешь вести тело и вот тут и поднимаешься похоже это на круг вот и под подламываешь плечо под низ чтобы натянуть его потом и чтобы она у тебя вот сюда выходила то есть постепенно его постепенно постепенно поэтому когда вот медленно начинаешь вот это прорубать ты сосредотачиваешься уже на технике исполнения и постепенно 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 набираешь силу тот же самый принцип и на пневмогруши потихоньку 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 а потом уже когда уже понимаешь как она идет и запускаешь его раз 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 одной рукой надо одной рукой запусти и такое тоже будет надо с плеча ударить без плеча и раз 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 давай ну а пошел молодец следующее то есть вот этот вот принцип подводящих упражнений еще раз говорю он для общего развития удара здесь больше поясняется сила инерция но из другой стороны вот если вы посмотрите то это очень очень специфическая техника то есть вот этой техникой если вы овладеете то вы будете очень красивым бойцом вот смотрите если можно сверху так можно снизу так и так сверху снизу сверху снизу еще один момент можно добавить сбоку снизу сверху сбоку снизу сверху сбоку можно сказать что это круговые удары ну поехали так вот теперь смотри давай с тобой сань вот сюда на мое место встань посмотри как ты бьешь то есть ты бьешь здесь прямая у тебя получается то есть круга нет здесь не доводишь локоть и получается когда ты бьешь отсюда тоже не клеится удар еще раз говорю сосредоточиться на технике ты сильно бьешь здорово и сгораешь как раз вот в этом то что ты сильно делаешь еще раз успокойся смотри первый удар ты делаешь как колесом видишь вот он идет вот отсюда сразу ты можешь брать инерцию сюда то есть у тебя реально должны быть как круги бам 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 вот этот вот только для удобства тебе раз два три телом 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 раз два три потому что когда ты будешь вблизи стоять у тебя ноги не будут так работать как будет работать тело с ногами ты уже не выдавишь так как ты например прямолинейные удары выстреливают здесь все здесь все будет у тебя только по кругу идти только в обвод только в обвод раз два три раз два раз два замечаешь как я телом вложу видишь раз 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 тот же самый принцип потихонечку медленно-медленно дело вот это учеты сделаешь сверху вниз вот молодец снизу молодец сбоку не не сбоку сейчас подведи просто как ты делаешь молодец снизу молодец сверху молодец сбоку супер пошел еще один момент давай не сильно будешь бить ты сильно бьешь давай правильно прям контролирую себя чтобы у тебя круг пошел вот молодец хорошо отлично отлично теперь смотри вот уже начало получаться сейчас немножко ноги оживили чтоб ты нам например чуть-чуть уже начал под подходить нему раз бам-бам-бам отошел бам-бам-бам-бам понял принцип и потихоньку-потихоньку Кристина еще раз смотри вот когда бьешь сверху круг ты описываешь у тебя направление вот туда идет то есть ручку вот так подводить вот так чтобы тебя вот эта вот часть вниз шла просто когда ты будешь здесь вырвешь вниз он туда собирать аккумулировать сил поэтому локоть не должен прямо смотреть а ты чуть-чуть его подвали чтобы вот это вот движение вот это вот уже стала получих получаться хорошо еще раз останови руку вот сюда тебе надо бить давлением вниз ты можешь сейчас подсесть в огонь они не или нет еще разок чуть-чуть надо подсесть чуть-чуть буквально чуть-чуть да когда бишь чуть сильно подсаживайся еще меньше раз вот момент когда у тебя рука соприкасается тогда ты подсаживаешься то есть ты вот этот момент должна поймать чтобы направление у тебя сверху вниз шло бам бам видишь вот оно движение вот и в этот момент как раз я подвожу и начинаю подсаживаться я здесь и останавливаюсь то есть топорю движение что вот этот вот все скорости которые ты набрала чтобы их мгновенно в одно движение остановить хорошо что есть подушка потихонечку снизу дай не по кругу вот хорошо хорошо молодец кружишь вот вот ручку молодец 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 сбоку дай просто сбоку дать набери инерцию раскрутить в молодец еще раз вот теперь сверху круг сверху круг круг всем телом сделай во во набирай во теперь плечо подведи к удару смотри как короткий рычаг лишь короткий рычаг то есть не делай большой короткий 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 во плечо больше на меня посмотреть подхождение плечо видишь как все просто вот можно вот так же сделать правильно вот и потихонечку потихонечку в вращаешь вращаешься вся вращаешься вот вся вращаешься молодец хорошо хорошо вот крути бирки молодец молодец определенно толк будет лёва ты ты просто машина ты красавчик на меня посмотри вот так сделай во и подводи вот этим и подводишь что уже корпусом подводи ногой помогай себе ногой помогай о молодец вот и красавчик молодец хорошо и бам еще разок не добираешь вот сейчас правильно теперь снизу также снизу хорошо еще разок отлично сверху и сразу снизу еще раз сверху молодец сверху снизу сбоку молодец вот такие вот простые упражнения повышают просто в разы вашу мощь поэтому парни занимайтесь берите на вооружение добра любви вам до новых встреч